Венеция ограничила размер туристических групп до 25 человек. Правила действуют с 1 августа. Так город Лагуна пытается сократить число путешественников, которые с утра до вечера наводняют улицы. Местные жители рады. Новое правило также запретит гидам использовать громкоговорители и обяжет их следить за тем, чтобы туристы не перекрывали тротуары. «Думаю, это правильно. Было бы неплохо ещё больше сократить число туристов, поскольку из-за них невозможно пройти по улицам. Как бы гид не говорил им стоять на правой стороне, мы постоянно должны спрашивать – извините, можно пройти? А если у меня тележка для покупок, то ещё сложнее». «Венецианцы все поддерживают это, даже владельцы магазинов. Нужно правило, нужно что-то, чтобы стало лучше». За нарушение новых правил будут введены штрафы в размере от 25 до 500 евро. Ограничения распространяются на центр города, а также на острова Мурана, Бурана и Торчелла. «За последние 70 лет туризм вытеснил из Венеции 72% жителей. Сегодня осталось только 28%. Думаю, недостаточно просто уменьшить группу или, например, попросить людей платить небольшой туристический налог. Необходимо переосмыслить туризм». Гости города разделились во мнениях по поводу ограничений. «Думаю, это хорошо. Во многих местах очень много народу. Трудно попасть внутрь. Вчера мы были в соборе Святого Марка, и очереди были огромными». «Вряд ли людям это понравится, поскольку это очень красивый город, но его не смогут увидеть. Хотя грустно, что местные жители так пострадали. Так что, может быть, это хорошо. Я не знаю». В апреле Венеция стала первым городом в мире, который ввёл систему оплаты для посетителей. Её взимали в дни самого большого наплыва туристов. Впрочем, это была пилотная программа, которая в целом охватила 29 дней и завершилась в июле. Теперь начались консультации, по итогам которых решат, продолжать ли программу в будущем.